Медленный вальс, ча-ча-ча и самбо. Впервые в Наринмаре эти виды танцев осваивают люди высокого возраста. О первых танцевальных успехах и реализации уникального проекта, который, кстати, получил президентскую поддержку, нам сегодня расскажет автор проекта «Вечно молодые» и руководитель Центра развития досуга «Элит» Владлена Степанова. Владлена, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас в студии. Скажите, пожалуйста, откуда пришла такая идея обучать людей высокого возраста танцам? Ну, она буквально пришла в 2016 году, в начале, когда мы стали план нашей работы делать с тренерами на 2017 год. У нас есть все возраста, абсолютно все, кроме людей преклонного возраста, то есть пенсионеры и ветераны. Их мы вообще не затрагивали никогда. И тут пришла идея, какие бы танцы могли бы мы их научить. И вот, конечно же, несомненно, это бальные танцы были, потому что это им по душе ближе. Ностальгия. Да, да. То есть это и медленный вальс, и работа бедрами. То есть все это дает им высокую самооценку. Они сразу начинают раскрепощаться и танцевать коллективом. То есть они сразу ощущают себя неодинокими, нужными, ответственность у них большая сразу ложится. То есть этот проект у нас, конечно, уже второй год действует. И 2018 год у нас, конечно же, при помощи президентского гранта. А когда вы поучаствовали в проектах? Президентский грант в июне 2018 года был первый этап, потом второй. Мы прошли сразу же первый этап. Вот у нас было семь победителей. И то есть, ну, как-то прошло очень даже гладко, я так скажу. А на сколько рассчитан проект по времени? Ну, наш проект девять месяцев. С сентября, по-моему, мы делаем вот этот проект. Потом мы должны за него читаться и показать наглядно, чему научились. Люди какого возраста у вас танцуют? Слышала, что без ограничений, да? Есть без ограничений, но я бы не сказала, что у нас есть младше 45-ти. То есть те, кто младше 45-ти, они ходят на фитнес, на танцы, на современные, на кто-то на спорт посещает. А те люди, которые постарше, они уже выбирают вот именно данный вот проект. Сколько раз в неделю проходят занятия? Ну, у нас группа одна. Занимаются два раза в неделю. А у нас таких четыре группы. Это вот всё в рамках проекта, получается, да? Да, всё в рамках проекта. Что они там изучают? Вот а за каких танцев познают? Значит, так как вальные танцы делятся на две программы, европейская и латиноамериканская, мы выбрали самую такую начальную базу. Это медленный вальс из европейской программы. Из латины мы выбрали чарича и самбо. И как уже первые успехи в облине? Очень хорошо. Мне, например, очень нравится. Я когда к ним заглядываю, улыбка на все 32 зубы, скажем так. Глаза горят, им всё нравится. И, конечно, есть люди, которые задают тысячу вопросов, куда даже нога идёт, куда поворот, когда глаза. Но люди разные. И, в принципе, сейчас такая атмосфера царит в группе очень даже дружелюбная. Но они готовятся сейчас к нашему отчётному концерту. Будет такой маленький сюрприз. Это будет финальная точка проекта? Да, финальная точка отчётный концерт, где они покажут своё мастерство. Люди, которые у нас занимаются очень давно, и не прогуливают. Кстати, пенсионеры даже прогуливают. Я даже не знала об этом. Мы с этим столкнулись. Не все ответственны. Ну, есть такие, которые, группа у нас такая ответственная, они не прогуливают, ни какие-то другие, скажем так, как бы, как это ни звучало, отмазки у них не приветствуются. Всё вот входят, давление, недавление посещают. А отчётный концерт, это будет в виде какого-то конкурса проходить? Значит, мы разделили это направление, чтобы не затягивать, и зрителю было намного интереснее. Мы разделили внутренние соревнования в рамках нашего центра, в наших стенах это будет проходить. И второй этап — это отчётный концерт. То есть все наши группы, которые вообще в центре существуют, у нас же помимо танцев и спорта есть и вокал в этом году. Поэтому мы сейчас и вокал, и танцы объединяем. Тоже есть проект у нас «Попоём да потанцуем». То есть это будет такой новый формат, где люди и танцуют, и поют. И, значит, «Вечно молодые» у нас покажут танец на основе медленного вальса. Тоже приобретали мы за счёт президентского гранта им обувь танцевальную, костюмы. То есть всё как положено, сценически. Они будут готовы к сцене. А мужчины тоже есть среди танцоров? Есть, конечно. Много их? Всем хватает парня? Нет, кто-то соседку берёт. Кто-то с женой приходит, кто-то с сестрой, кто-то индивидуально вообще занимается в рамках не проекта, а сами для себя. Кто-то с супружеской парой выбирает. Это вообще танго. То есть мы всегда открыты для любого направления, для любых людей. Поэтому, ну... А было ли опасение, когда готовили проект, а вдруг никто не придёт, вдруг мало, да, придёт? Как откликнулись люди? Почему и запустили, потому что было очень множество людей, которые хотели бы нас посещать. И когда мы запустили группу, по сей день, сейчас даже звонят, а места освободились, я там в резерве, позвонили. Конечно, ещё и резерв есть, да? Есть резерв, такая у нас функция. Люди вот этих пенсионного возраста, они ведь, наверное, многие из них не танцевали никогда, да, в каких-то... Есть нуля. Есть те, которые... Яна Слышана, у нас есть второй год, занимается Надежда, женщина. Она ходит уже второй год подряд на наши танцы. Где-то ранее она занималась уже бальными. Так что у нас разные люди. Она вот в рамках проекта, да, тоже занимается сейчас? То есть вы доказали, что вот идти к своей мечте можно в любом возрасте. Абсолютно. Можно и там, и бальные танцы освоить. Но это на самом деле здорово. Владлина, ну, я вами восхищаюсь, потому что вы такой молодой предприниматель успешный. Сколько сейчас у вас, вот, в вашей студии занимаются танцами? Ох, я так скажу, у нас есть постоянные и непостоянные. Значит, в нашей базе числится 850 с лишним клиентов. Это достаточно много, да? Это очень много, конечно. Вот. Но это за счёт того, что мы ещё открыли группу продлённого дня. У нас же есть летние и зимние лагеря, скажем так, в кругу нашего мы называем лагеря. Это зимние танцевальные сборы и летние танцевальные сборы, где мы обучаем детей танцевать основам, разным направлениям. Дети с нуля, скажем так. Вот. За счёт вот них, за счёт продлёнки у нас постоянно ходят в районе 500 человек. А все остальные выбирают по мере возможности. Кто-то ходил, 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 паузу взял, потом продолжает. Кто-то болеет, ну, людям свойственно болеть. Вот. А так нас очень много посещают. В этом году у нас поток очень большой, особенно мальчиков. А какие направления вот самые популярные вообще? Что у вас есть? Кип-хоп. Кип-хоп. Да. Кип-хоп – современное направление. Сейчас мы создали группу, она действует у нас второй год тоже. Элита. Элита элитных вот детей, которые набрались опыта абсолютно в разных направлениях. То есть у нас есть 16 детей, которые свойственно танцевать, абсолютно любое. Поставив бальный, они станцуют бальный. Поставишь контемп, они станцуют контемп. Поставишь хип-хоп, они будут импровизировать по максимуму. У них база очень большая. А сколько им лет? Значит, вот основные вот эти дети наши, которые сейчас вот мы готовим на чемпионат России, в марте мы полетим, им от 10 до 14 лет. Это такая смесь. Здорово, да. Но посмотришь на них, они как на подбор. На самом деле здорово, да, что у нас есть такие детки. А куда полетите? Москва. Город Москва. Это первый раз, да? Это вообще наша первая поездка за 4 года, как мы существуем. В марте, 22 марта. Нам его 4 года. 27 марта. Буквально через 3 дня мы летим на чемпионат. То есть это будет очень приятный подарок от нашего города, что нас услышали наконец-то и нам дали шанс поехать и проявить себя. Я думаю, что мы привезем хороший результат, потому что они очень давно готовятся к этому. И мы не раз завоевывали лауреаты первой степени. Это о чем-то говорит. Да, потому что все шансы. Мы будем вас держать в кулачке, как говорится. Да, мы все. Диапазон возрастной у вас большой. И средний возраст, да, тоже ходит большой. Это достаточно пласт людей. Да. А что для них, какие направления предлагаете? Более взрослые. Да-да-да. Больше мы идем на уклон на спорт, нежели чем на танцы. Ну и танцы, конечно, тоже мы берем. У нас есть и восточные, и женские хореографии. То есть любой, разным, все, что в хореографии существует, мы стараемся затрагивать. Потому что город у нас маленький, специалистов, так как не особо очень много, мы постараемся их находить и давать все самый-самый смак такой в танцах нашим жителям. И, значит, хотела бы сказать, что уклон на спорт мы даем более старшему возрасту, потому что у них более сидячая работа. Они все в офисе, кто-то с семьей. Это беда нашего Наринмара. Кто-то рожает и сидит дома на диване. Мы этих людей находим. И для них такая душа надо. Да, они приходят, душу отводят и довольны выходят. У нас сейчас тренер один работает, Елена. Она работала по контракту в Германии. Сейчас, к сожалению, скоро опять возвращается в Германию. Она делает колоссальные успехи в плане спорта и фитнеса совместно с тренером Оксаной у нас. Они, значит, женщины, которые к нам приходят, весит больше ста килограмм. Сейчас выглядит, ну, образно, как я. Это вот большая гордость за то, какую команду мы собрали. А много таких, да, было? Собрали клиентов, которые страдали лишних. Мы их тоже хотим наградить. Да, эти люди достойные, я думаю, да, награды. Я потом как-нибудь в соцсетях поделюсь нашими. Ну, я думаю, что там будет легкий шок. Люди меняются на глазах очень прям моментально. Я думаю, и личная жизнь тоже меняется, да, с таким преобразованием. Неизуменно. Замечаешь, некоторые пары, которые с мужьями приходят, они их ждут, они всё. Как вот, я не знаю, как это сказать. Счастливые, спускаются женщины, они их там в ручку подадут, домой увозят. Раньше, ну, так, пришли, ушли. Сейчас уже видно, что семья сплочённая. Друг друга они поддерживают. И плюс ещё и детей приводят к нам. То есть сами занимаются, а дети танцуют. А мужчины тоже танцуют в вашей школе элит? Есть такие? Ну, у нас такие женщины, они особо индивидуальные и не очень любят совместно работать с мужчинами. Поэтому мы стараемся брать индивидуальные занятия. Да, у нас есть мужчины, но с ними мы работаем отдельно. А сколько сейчас специалистов? Они, вот вы сказали, есть и привозные, есть и местные, да? Нас всего 10, со мной 11. Достаточно много. Нас 11 педагогов. Логопед, английский, продлёнка, вокал. По вокалу у нас тоже Светлана очень сильный педагог. Ранее она работала в лидере, Светлана Смолякова. У неё высшее образование, она училась в очень хорошем университете. У неё есть президентские премии не раз. Дети завоёвывали гран-при по вокалу. То есть она очень сильный педагог. И девчонки, которые, мальчишки, которые к нам пришли в начале года, и что сейчас? Это тоже колоссальная работа, и прям видно результат на лицо. Потому что когда идёт вокал, весь центр это слышит. И там результат все оценивают. Колоссальный, да. А с какого возраста принимаются вот эти дети на вокал? На вокал от пяти. От пяти лет? Да. То есть они не индивидуально, а по группам тоже? Есть индивидуально, есть по группам. Есть две двойняшки у нас ходят отдельно. Дети сами предпочитают вот как заниматься, так они и занимаются. Мы даём право выбора как индивидуально, как группой, как и в паре. Это их выбор. Мы никогда не ограничиваем в чём-то наших клиентов. Они хотят заниматься ещё где-то, они занимаются. Но, конечно, надо, чтобы это было не во вред кому-то из тренеров или группе, чтобы это не соприкасалось и не мешало. А так мы всегда людей слушаем и стараемся им давать право выбора. Как вот они предпочитают. Тяжело вести свой бизнес? Ты таки, Владлена, это же столько времени, такие риски большие. Как ты решилась вообще на это? Я скажу, вот у меня вот этот год, последний, только начал вот плыть. Ну, как следует. Потому что все остальные года, я же не первый год предприниматель. Я с 2012 года. Для меня это было очень тяжело. Но если у вас нет людей в поддержке, которые вот всё, руки просто обвешиваются и ничего не хотят делать, голова не работает. А сейчас у меня столько идей, я просто даже не знаю, как это всё успеть сделать. И у меня уже есть даже в плане кого-нибудь помощника, что ли, найти. Потому что столько идей в голове, а реализовать их за один год, это очень тяжело. Всё хочется успеть. А с чего всё начиналось? Как ты пришла к этому, что вот всё, хочу своё дело? Ну, когда своё, это значит, человек выбирает двигаться так, как ему хочется. Когда тебя ограничивают в чём-то, вот ты к этому и приходишь. Я когда работала в бюджете, естественно, мне давали одно направление. Двигай бальные танцы, развивай это направление. Нам нужен спорт, нам нужны пары. И, естественно, мне это очень понравилось. Я с удовольствием работала. Но я понимаю, что это не моё, потому что я даже у детей спрашиваю, чего вы хотите. Мы хотим то, это, третье, двадцатое. И, естественно, у нас же есть рамки. А я не люблю рамки. Мне нужны двери, которые открываются абсолютно все. И думать начала над тем, чтобы создать своё. И чтобы у меня были люди, которые будут... Ты это делаешь, это ты делаешь, это ты делаешь. А я делаю вот сверху. А сначала сколько было у тебя людей? Я одна. Одна ты начинала, да? Один зал, один кабинет. А сколько ходило тогда? Человек тридцать шесть. Тридцать? Это в 2012 году, да? Это было в 2015. В 2015. И вот за три года, да, четвёртый идёт 800 человек. Ну, это большой прорыв. Молодец. А кто тебе помогал? Ты говоришь, без поддержки сложно вести бизнес. Для начала, мама. Если бы вот эти все документации, бухгалтерия, это всё... А люди творческие это не любят, да. Я знаю. Как бумажки вижу, для меня всё... Глаз дёргается. Мне нет, я так не могу. Да, поэтому в этом плане, да, мама очень хорошо помогает. И совсем вот недавно... Ну, как недавно? Почти год от Рином уже скоро будет мой муж, который поддерживает меня во всём. Видит, что где-то что-то идёт не так, он может мне и сказать, направить, сказать. А кто он по профессии? Он ведущим специалистом в нефтяной отрасли работает. Поэтому у него в этом плане опыта много. Он лет 11, да, в нефтянке у нас работает. Поэтому, что ни спроси, у него всегда есть ответ. А если нет ответа, поможет он найти ответ. Так что поддержка есть. Да, Владелина, ещё хочу, чтобы ты перечислила направление, которое у вас есть. Может быть, кто-то посмотрит и тоже захочет присоединиться в вашу танцевальную группу. Ну, начнём с самого раннего. Игровой стрейчинг. 3-4 года. Самые-самые азы хореографии, ритмики, музыки. Это вот туда. Потом идут 5-6 лет. 5-6 лет — это эстрадное направление, где есть и бальные, и классика, и современные, и эстрадные танцы, и растяжка, гимнастика, работать с музыкой. То есть как только ребёночек... Подрастает, мы даём азы уже направлений разных. Как только ребёнку начинает 7 лет приходить, мы начинаем давать право выбора. Либо ты идёшь на хип-хоп, либо ты идёшь на контемп, либо ты идёшь на полспорт, либо ты идёшь на вокал. То есть ребёнок ранее прочувствовал почву и потом начинает выбирать, где ему ближе. Может вообще он быть в нескольких направлениях. У нас есть дети, которые 4 разных направления посещают. То есть 4 разных группы. Тоже достаточно тяжело, но посещают. Далее у нас идут продлёнка, английский язык. Юный буквоед у нас ещё запустился недавно в этом году. Это изучение всего алфавида. То есть если родителям, допустим, некогда, да, или нужно подтаскать за знания детей, они к нам приводят, и мы в конце курса нашего, после 33 дней, даём сертификат о том, что ты стал юный буквоед. Это у них такая гордость. Они сдают экзамен. Тоже интересная такая программа у нас. Дальше, естественно, вокал. Дальше пошли спорт. Фитнес-степ, фитнес-кардио, фитнес-кульптуры тела. То есть это разные направления. Либо ты с нуля, либо ты профи, либо ты новичок. То есть мы распределяем женщин, где им ближе и комфортнее всего. Восточное направление. Женская хореография для женщин. Более современные танцы. Дальше у нас пилоны для взрослых, тоже полуспорт. Пенсионеры. Есть также постановки, различные свадебные танцы. На девичник, на мальчишник. Заказывают, да, у нас на ремонт? Не мы танцуем. Понятно. То есть сами подруги-невесты, да. Постановка свадебных танцев. Да, в принципе, что у нас ещё? Восточные танцы, да, тоже интересно. Лагеря летние, зимние. Ребёнок вот в каникулы, чтобы на улице не болтался, нам на целый день, просто с 8 утра до вечера, пожалуйста, летний танцевальный лагерь. Там не только танцы, там много чего у нас запланировано. То есть у них ещё какая-то культурно-развлекательная программа, питание организовано. У нас комплексный обед совместно с кафе. То есть различные квесты, программы образовательные, культурные. То есть там ребёнок у нас всесторонне развивается, не только танцы. Наверное, радуетесь и успехам ваших учеников. Есть такие, которые уже там заняли какие-то определённые места на разных уровнях? Да, у нас есть в соцсетях страничка рабочая. Да даже в интернете можно, в принципе, найти Центр развития и досуга элит, Школа танцев. Вот там у нас есть все наши успехи детей, все наши успехи наших педагогов. То есть там абсолютно вся информация открыта, доступна. Дети вот буквально последний раз мы принимали участие в разморозке от Школы танцев. Татьяна Лупандина. Вот. Тоже мы взяли призовые места. Молодцы. И первые, и третьи, и первые. Так что сейчас у нас на носу молодёжная весна. Я рассчитываю тоже, что мы что-то завоюем. Серьёзно. Должно быть какое-нибудь место. И как иначе. Конечно. А куда будете двигаться дальше? Есть ли какие-то проекты, которые хочешь реализовать? Я понимаю, что у тебя очень много. Очень. В ближайшее время. Я могу рассказать про один, который, в принципе, никакого секрета нет. Я сейчас уже его дописываю, скажем так, дорабатываю. Это работа со студентами. То есть это тоже ещё один пункт, который хотелось бы развивать детей. Молодёжь, скажем. Потому что они всё время нас званивают. Возьмите нас, возьмите нас, возьмите нас. Но так как у нас платные услуги, мы не можем бесплатно что-то вести, потому что, сами понимаете, работа педагога и ещё и приезжих нужно оплачивать. Естественно, что-то... У нас очень много что на бесплатной основе. Но сейчас есть возможность получить от региональной политики грант. Сейчас объявили конкурс. Поэтому я сейчас его, думаю, что тоже напишу. И нас, в принципе, поддержат. Потому что работа со студентами, это всегда очень такой хороший старт. Их надо тоже обращать на них внимание. А что у них будет? Что будете преподавать им? Мы хотим современное направление, но с акцентом на вокал. Это дети будут, которые одновременно и петь, и танцевать. То есть какой-то будет кастинг устроен? Самые лучшие туда попадут? Ну, конечно, мы будем это оценивать. Но мы никогда не отсеиваем вот так просто. Мы всех берём, а потом распределяем. Кто-то послабее, кто-то повыносливее. Бывает же, и таланты где-то просыпаются. Да, да. Поэтому мы не отпускаем детей так просто, ты нам не подходишь. Нет, такого нет. Мы со всеми работаем абсолютно. Вопрос времени. Каждый ребёнок, он индивидуален. И каждый чем-то одарён. Просто надо время на это. Так что я думаю, что этот проект тоже будет хорошим результатом для нас. Лена, а как твой танцевальный путь начался? С чего? С трёх лет. Очень давно. Ну, потом я попала в Морожки. Елена Надежда Николаевна и Сальцина Александра. Я танцевала примерно до подросткового возраста. Я не помню точно. Потом я попала на современное направление. Вот всё, я тогда уже поняла, что мне нравится всё танцевать. Я не могу ходить на одно направление. Мне хочется там, там, там успеть. То есть, мне кажется, уже тогда задатки вот у меня начали просыпаться, что я человек, не сидячий на месте. Вот. Поэтому после, в 17 лет, я получила образование первое, затем университет второе, высшее. Поэтому я вот всё в этой сфере плаваю. Молодец. Нравится смотреть разные проекты, наблюдать за другими городами, как они развиваются. Я скажу так, у нас город очень маленький, и если бы было больше возможностей в плане специалистов, то тогда мы бы более другого уровня были. Мы просто раскачиваемся долго очень. Конечно, да. Поэтому другие города, они времени не теряют. У них это всё на ладонях. Так что надо наверстывать, мне кажется. Ещё интересно, у вас проект «Поём и потанцуем», да? «Поём да потанцуем». «Поём да потанцуем», да. Вот расскажи о нём. Он уже идёт полным ходом, да, я так понимаю. Да, вот. И результат тот же самый будет у нас на отчётном концерте. А кто там задействован в этом проекте? Пенсионеры. Тоже пенсионеры, да? Да, это будет маленький секрет. А то есть вы ещё и не говорите о нём, да? Что там, как? Да. Ну, потому что говорить можно много, а увидеть это куда лучше. Поэтому всё на отчётном концерте. У нас есть... А был какой-то кастинг или нет? Или как они туда попали? Ну, мы наблюдали за ними очень долго, кто такой у нас активный. Поэтому мы их пригласили. А секрет раскроете? Что они будут исполнять? Какие-то современные? Современные. Да? Всем нам известные хиты? Современные репортуары совместно с танцами. Вот. Сами. А, то есть ещё будут танцевать, петь какая-то бабушка, и на подтанцовке у неё тоже будут, да? Да, и она же петь. И она же петь. Ну, и хорошо получается, да? Ну, вот и оценим. А сколько всего в этом проекте задействовано? Немного. Немного. А какие ещё проекты уже удалось вот с успехом реализовать за вашу деятельность? Ну, у нас очень много проектов. Первые два привоз звезды от танцев на ТНТ. Анна Тихая. По сей день мы с ней общаемся. Она ей помогает, что-то подскажет. Вот. Потом у нас есть проект тоже очень хороший. Мне даже самой понравилось. Я его до сих пор не забуду. Поездка по деревням. Там вообще такого не слышали, не видели, оказывается. Что такое дэнс-холл, что такое хип-хоп, что такое джаз-фанк. То есть это для них новое всё. Глаза у них тоже такие прямо горящие. Не уезжайте, приезжайте ещё. Нас еле оттуда отпустили. Вот там дети, конечно, готовы работать. Если наши, например, работают, работают, устают отдыхать им нужно, то вот там готовы работать. Вот этот пластилин, который как раз лепить надо. А там тоже преподавали какие-то мастер-классы? Или вот они были только как зрители? Нет, мы проводили мастер-классы для детей и желающих. Это летом, да, был такой? Зимой. Зимой ездили по деревням. Много посёлков? Мы взяли четыре ближайшие. Потому что у нас у самих семьи далеко, мы надолго не можем уехать. Мы выбрали Красное, Чельвиско, Великовисочное, Оксино. Самое далёкое Великовисочное. Мы ехали. Но самые такие дети, вот, мне понравились Великовисочное. Прям молодцы вот дети. Мне кажется, мы к ним вернёмся. Настолько зацепило, да? Да. Какие планы на будущее, Владлина? Не могу не спросить у вашей студии развития. Ну, я думаю, что тот, кто в нашей индустрии развивается, конечно же, все зададутся вопросом, когда у меня будет своё здание. Это моя главная цель сейчас в моей работе. Это, конечно, своё помещение, своё здание. Ни от кого не зависеть и другим давать развиваться. То есть я бы хотела не только своей школой заниматься, но и помогать другим предпринимателям. Допустим, какой-нибудь человек, который проснётся идеей создать что-то подобное, я всегда с радостью помогу, чем могу. Некоторые сейчас, в принципе, ко мне обращаются, как написать бизнес-план, что будет актуально. Вот я хочу открыть салон красоты, а вот как сделать так, чтобы дали грант? Я говорю, ну, у нас салонов красоты очень много. Должна быть изюминка. Сделай вот так-то, так-то, так-то. Точно. Ну, то есть идеи у меня сейчас очень много стало в голове накапливаться. И, в принципе, всегда открытый человек могу помочь, чем смогу, конечно, в рамках своих возможностей. Владимир, у тебя сегодня есть возможность пригласить наших телезрителей на ваш концерт отчётный, который состоится, наверное, совсем скоро. Да. На эту камеру, пожалуйста. Значит, у нас есть предварительная договорённость с Дворцом культуры Арктики. Спасибо Александру Николаевичу Бурдыку, что нам дал добро 24 апреля. Мы всех будем ждать на отчётном концерте. Приглашайте всех своих родственников, близких. Те, кто к нам ходят, я думаю, что пригласят своих родственников. Посмотрите, чему научились детишки. Когда это будет? 24 апреля. Афиши везде всё будут, информация более подробная, о времени всё будет распространено. Да, вот, Лена, так уж получилось, что у тебя сегодня день рождения. Спасибо. Спрашивать не буду. Сколько лет знаю, что молодая, красивая, талантливая. Меньше 30. Меньше 30 нет. Ну, это можно только позавидовать, что есть такие у нас успешные молодые люди в нашем округе. Спасибо. Желайте творческих успехов, процветания, ну и благодарных ваших клиентов. Спасибо огромное. Приходите к нам ещё, будем рады видеть вас в студии. Спасибо за приглашение. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был автор проекта «Вечно молодые», руководитель Центра развития и досуга «Элит» Владлена Степанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова